Аристотик Анаксабора увлекает в круге, в круге, в понятии смешения. Потому что смешение, говорит Аристотик, я просто вспомнил, я не стал лечь в Аристотике, я просто это вспомнил. Когда-то я это знал, но забыл, наверное, мы с вами даже это обсуждали. Ну, как-нибудь. А понятие смешения, говорит Аристотик, предполагает то, что смешивается. То есть, чтобы произошло смешение, должны быть готовы качества. А с другой стороны, качество объясняется и смешением. Сама их определённость как качества, сама определённость как качества, объединяется и смешением. И Аристотик, логично говорит, что здесь круг. Но мы, Аристотика, упрекаем кого-то другого. В другом круге. Когда в компании этих ребят, которых я обвинил в круге в прошлый раз, они ещё друг друга обвиняют в круге, мне это очень позабравно. Я не нашёл общего в этом круге, хотя, может, и есть. Потому что там пока тоже получается, вроде как, в Аристотике, что. Что, с одной стороны, качества готовы. Чтобы было смешение, качество должно быть готово. И должны смешиваться в качестве готового. Иначе не будет смешение. Ну и наоборот. И смешение готово быть к качеству. Мы же говорим, что. Я же говорю, что. Что. Откуда мы знаем, что в потенции есть медь? Только потому, что медь уже явила себя как медь. Только поэтому мы знаем, что в потенции она была в медь. По другой стороне, медь как медь объясняется в потенции. Здесь я не в силах строить эти два круга. Что-то они добавляют и напоминают, но немножко похожи. Ещё раз, чтобы было смешение, должно быть готово быть к качеству. А сама готовность их объясняется и смешение. Это говорит Аристотель против Носоргония. А мы против всей этой кампании говорим такую вещь. Чтобы утверждать, что в потенции есть медь, именно медь, мы это утверждать можем только по готовности медь. по мере того, как она уже на себя явила как медь. А с другой стороны, медь объясняется именно из потенциальности. И дети, наверное, некоторые говорят, просто общая ситуация круга по сравнению с тем, что Аристотель говорит против Носоргония. Но мы, на самом деле, выдвигаем действительно серьёзное возражение, потому что, как мы говорили в прошлые разы, это целое движение философии. Собор, Платон, Алистотель, Платон, не знаю. Собор, Алистотель, Мукан, Сихтер. Большая римия. Поэтому мы не говорим, что... что есть определённая форма, в которой становится определённое содержание, а мы говорим о форме как таковой. То есть просто о готовности формы как таковой. Я хочу, чтобы называю этим актуальность формы. Форма актуальна, и больше мы ничего не говорим. Это определение формы. Быть формой, значит, быть актуальной, равной себе, готовой форме. А содержание тоже не становится как. Не становится в определённой форме, а просто становится в форме. Становится не как определённое содержание, ни кости, ни медь, а становится как содержание. Предмет становится как предмет. Мы здесь можем подумать, что такое предмет. И здесь предмет не… Я на самом деле задумался, что я принимаю, когда говорю, вот становится предмет, становится как предмет. Что я принимаю как предмет? Предмет – это то, что дано перед. Но у вас не так. Но у меня не так. У Канта так. И вообще как бы так. И у Гегеля так. А как иначе? Просто у Канта как бы это продумывает и проговаривает, но в принципе предмет – это то, что видит. И это вовсе, мне кажется, не только по Канту. Да, и всегда можно сказать, ну хорошо, что предмет становится как предмет. Ну так а что тогда было до, из чего восстановится в свою предметность? Ну с определенностью это так. Берешь чашу, наливаешь ее в воду. Вода становится в объеме чаши. Тогда да. А как предмет может здесь становиться? Как предмет. Что за форма актуализации становления? Что такое становление? Вот, например, тот же Кант и фильтр не обходятся без становления в данный момент. Но он тоже становится актуальным. Потому что помимо того, что есть красное, оно оказывается распространено в некой природной форме. То есть красный шар, да? Еще есть мышление, которое говорит, а этот красный шар есть. И слово есть – это, разумеется, актуализация. Фитеранское, в смысле, это слово. Это, безусловно, актуальное присутствие формы в самом себе. Но, с другой стороны, ну никакого становления. Ну просто совсем. Мне кажется, это построение в этом смысле корректным. Красное распространяется по форме предметности предмета, по пространству становится красный шар, и потом сознание говорит о нем то, что есть. Тем самым, такой способ есть, казалось бы, предмет, но сознание говорит о нем то, что он есть. И в этом смысле мы говорим о некой актуальности сознания как самого себя, его присутствия в данный момент. Или Фитер говорит – мышление появилось. появилось-то. Нет, ну почему Катни говорит о потенциальности? Он же говорит о вещи в себе. Ну он, да, он говорит, но это нет. Но у него надо бытие и определенность жестко различены. И у Фитера тоже. Это означает, что да, он говорит о вещи в себе. Но что он здесь в вещь в себе репрезентировал? Красный. Красный же существует, получается, до деятельности оформления. А предметность предмета репрезентирована пространством, как определенной формой внешнего чувства. И у нас есть мышление, когда мы говорим о бытии. Вот это и есть актуализация. Способ присутствия мышления в простейшем акте восприятия. в том, что красный шар, медный шар перезай не имеется. Но, с другой стороны, он безусловно есть. И это способ присутствия мышления. Никакого установления здесь как бы нет, получается. Но, с другой стороны, здесь мышление, то есть актуализация себя как сознания, оно безусловным образом присутствует. А определенность формы предполагает рефлексию. То есть форма сознаёт себя как... Ну, как форма удерживает себя, почти форма. Она удерживает себя в форме рефлексии. Форма сознаёт себя как кувшин. Да, и демонстрирует самому себе, актуализирует тем, что говорит, что кувшин есть. Канта фриканская позиция. Больше фриканская, чем Канта. Такая вот позиция. Кувшин есть как форма. Ну, просто, нет, он есть. Есть как предмет, конечно. Как ещё? Не как форма, как есть, как предмет. Но есть это имеет отношение к тому, что сознание присутствует в акте восприятия. То есть есть само самое мышление. Фихте говорит, вот оно, момент мышления, когда мы говорим о нём, то, что он есть. Нет, ну, у Фихте, мне кажется, у него ещё другое построение. Он подъезд понимает существование вовне. Ну, неважно. И мышление он называет полаганием предмета вовне. Это фишка. Это неважно, как он вам говорит. Он говорит, что вот самое вот есть или какие предметы, это и есть проявление нашего мышления. Собственно, только мышление. То есть пока мы его воспринимаем, пока мы его оформляем, пока мы его делаем круглым, это нет мышления как такового. Но оно появляется в тот момент, когда мы говорим, момент мышления. Когда мы говорим, что оно и есть. Что вот эта самая чаша есть. То есть, с одной стороны, есть чаша, то есть есть предмет. Но с другой стороны, это как бы моя собственная деятельность. Вот как говорит Аристотель, он кушение не говорит, но не важно, он на статуе говорит, за шкамейкой говорит. Вот я, чтобы сделать шкамейку, я должен удерживать форму шкамейки, и тогда у меня материя получит вид шкамейки. То есть материя-то возникает, она сама себе походит там дерево, которое решено формой, поэтому не очень даже уверены, что оно дерево, понятно. Да, и в этом смысле надо понять, что здесь Аристотель говорит. Какую он позицию занимает? Позицию вот кальтианско-фильтранскую, то есть готового мрамора, из которого делается шкамейка, он её занимает. Либо другую позицию, критикуемого Анаксагора, когда здесь мрамот отрочно и появляется. Формошара делает мигмию. Какую он позицию занимает? Или как кальтианскую, когда мрамот и есть, а теперь осталось для него сделать шкамейку. Ну вы сами понимаете, что если у мрамора нет границ, нет формы, то он не есть как мрамор. Да, но зато есть сущности, с которыми я приводил, например, с которыми постоянно оперируют физика и Кант и Фиктор, например. Фиктор же говорит о красном. У красного же тоже нет в каком-то смысле границ. Тем не менее она красная, как скаля, как гадусник, вывышенный из окна, он существует. Гадусник за окном, а мы потом пошли, и из него сделали суровую петербургскую зиму, ночь. Вот эту самую, вот это пространство в Петербургской из этого градусника. Всем точкам присвоили примерно ту же самую температуру, которая была на градусник. Это вот такой подход. Поэтому есть большое, продолжаем искушение, и люди этим пользуются. Они же понимают Аристотеля как человека, по возгласившего, говорящего не осознанием, а говорящего о неком демюге, который берет и творит, согласно некоторым канонам, скамейке из мрамора, эту самую скамейку. Ну, вы возвращаетесь к этой интересной теме. Да, я к ней возвращаюсь, потому что она, кажется, единственная интересная тема, в которой нет опасности круга. Либо она, либо то странное загадочное построение у Гегеля, когда он говорит, что бытие – ничто, ничто есть бытие, а в сумме они становление. В том, не в том смысле, что ничто пыжилось, пыжилось, пыжилось и стало бытием. Не в том смысле, что бытие исчезало, исчезало и превратилось в ничто. А тем, что ничто есть бытие, и бытие есть ничто. Вот это другой способ представления. Потому что понятно, как понять, если бы мы хотели бы прописать фикты в нашу позицию, мы бы говорили – вот шар, вот мы его красным закрашиваем. Это как бы единственная форма становления. Единственная. То есть в определенности. Вот так можно было говорить. Вот самый, вот он есть удав, и вот он тут у нас становится в нашей форме, в трубе. Ползает, ползет, ползет и стал таким длинным. На две трети вытянулся. Потому что представляется, что когда вы начинаете говорить о становлении, вы эту же картину, критикуемую у Наксагора и критикуемую у Аристотеля, как бы просто переоформляете, переформулируете на других языках, на другом языке и говорите, что здесь есть становление. Но понятие становления, вроде бы, оно становится точно так же противоречивым. По полной причинам, противоречивым Анаксагор, то есть находится оттуда, и Аристотель. Ну, как мы его понимаем. Не как Демилка, не как Аристотель, как отца всех инженеров, как он часто понимает. Что типа просто инженер, вот такой вот инженер был. Вот, 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 вот в чем дело. Ну, вы говорите, что скорябные величины только один поджарит от круга. Да, конечно. Либо они, либо гиги. Но гиги похоже на то, что то, что его становление, оно ни в коем случае не является, не является становлением в собственном смысле этого слова. Потому что становление, когда что-то там, удав, ползет, ползет, вот он тут стал перед нами весь удар. Чаша заполняется, заполняется. Вот она заполнилась. Вот это становление. А у гиги, где мичто есть быть, и есть мичто. Тоже не становление. Ну, потому что там предельно простые, предельно простое начало. Там не может быть качественного становления. Ну, понятно, понятно. Никакого краснения. Ну, понятно, но чего они придумывают для этого новое длинное немецкое слово? Зачем восстановление-то здесь проотвоело? Длинное такое, красивое. Там из 5-6, как оно в немецком языке. это примет, из 5-6 существительных, с этих мест и перебылок. Так а зачем? Когда есть… Ему просто нужно было чем-то обозначить вот этот вот необходимый переход, но у нас всегда отсылка идёт к страданию, в этом смысле удава, из-за чаши, которая заполняется водой. Ну, это наши психологические трудности, и с этим надо работать, удерживать себя от неправильного понимания. Или проблемы для тебя? Думаешь, да? Абсолютно. Ну, по крайней мере, когда используется слово «остановление», тогда приходят вот эти два начала. Одно из них – оперирование скалярными величинами, как я тоже приписываю Канту и Фихт. Ну, он же физикан был. Вот. И после Ньютона. А второе – вот это Геглевский подход. Вот в нём тоже нет круга, да? Оно же решено. Становление есть, а круга в нём нету. Потому что ничто и бытие, они существуют как некие самостоятельные сущности. Потом пока тут же, правда, выясняется, что одно есть другое. Вот и всё. Что одно есть другое. Что ничто есть бытие, а бытие есть ничто. – Ну, ваша скалярная величина, например, температура или полосы, они ведь тоже… как бы… них тоже можно различить… Ой. Ну, температура… – Участие и пространство. – Участие и пространство. Вы хотите сказать, мне всё равно, что участие формы можно различить? – Ну, если градусник – то как он без формы? – Да, это понятно. Ну, что мы красного в качестве точки никогда не видели. И градусник… и температуру без градусника тоже не видели. Ну, это не оправдание. Тем не менее, вот эти самые вещи, которые… с которыми работают, кажется, фронт и фильтр, их как бы можно положить. И в этом смысле можно попытаться сконструировать такой забавный объект философский, как вещь себе. Ну, так можно попытаться. То есть, оказывается, что сознание не создаёт некоторых сущностей, что некоторые качества существуют до всякого нашего восприятия, ну, в смысле, до нашей деятельности и полагания теперь. Но, с другой стороны, об этих сущностях можно вести речь, как о нечто самостоятельное. В этом здесь совершенно верно. Эти ребята, они являются дуагнистыми. То есть, с одной стороны, у них есть сознание, но, с другой стороны, есть нечто положенное во мне. То есть, вот это красное, вот эти самые сколяры, что либо ещё. Вот так. Так кажется. – Я не вижу разницы между красным и то, что ты называешь сколярами. – Я тоже не вижу. – А, тоже не вижу. – Просто у него и красное есть до пола. – Да. – Красное. – Да. – И температура, и масса есть. – Да, и заряд, много чего, много чего. – И чем это отличается от этого инженерного аристотеля, который… – Ничем не отличается. – Ничем не отличается. – Просто есть ещё аристотель не инженерный, который говорит, что форма мель делает мель мелью. – Ага. – У меня, да, было… – Ты говоришь, что это Платон, во-первых, такое, по сравнению, появилось? – Ну, это и есть Платон, да. – Да. – Только мне кажется, что, на самом деле, красное, которое вы предполагаете, как видишь себе, и красное, которое оформлено – это не одно и то же красное. – Это просто разное. – Нельзя, на самом деле, отождествлять одно и другое, то есть красное, которое мы видим в оформленном виде, и то какое-то предварительное, то, что ещё получится красное. – Это не одно и то же. – Ну, только разница только в том, что одно принадлежание, а другое? – Нет, одно просто то, что, как бы, до всякого оформления, но, как бы, например, как мне кажется, у Канта вообще действительно. То есть оно непознаваемо, а то, что непознаваемо, не существует. Оно не существует просто, на самом деле. И вот это слово «потенциально» вскрывает этот парадокс, что его, как бы, нет. То, чего мы не воспринимаем, оно не существует. То есть, а воспринятое – оно иное. То есть, оно воспринятое, оно уже внутри формы находится, оформлено, и оно уже не то самое, которое было до. И поэтому вот эта вот вещь в себе, она, конечно, как бы предполагается, как некий пункт, но он никогда нами не достигает. И мы не можем о нем ничего сказать, там, ни как о качестве, ни как о чем-либо, ни как о количестве. Ничего о нем нельзя сказать. То есть, оно есть непознаваемое. Или потенциальное. Но, в любом случае, как бы, оно какое-то такое неведомое. – Окей, мы во что-то отвлеклись совершенно немерено. – В чем смысл этого отвлечения? – Это отвлечения показать, что у Олега Михайловича в самом начале существует построение существует круг, и все остальное таким образом неинтересно. – Круг? И в чем же круг? И в чем же круг? – В том же, в идее становления. В идее становления – это тот же самый круг, только с другой точки зрения. Тот, который, когда стопили записывали, становится кругу, и тот, который… – Подожди, но там круг, понятно, из-за чего возникает. Из-за того, что становится или смешано нечто определенное. – А здесь никакое определенное не становится. – Нет, потому что у нас форма равна самой себе, а предмет в этой форме становится. Таким образом, у нас оказывается, что мы предполагаем некий предмет, который становится. Но этот предмет данный только уже после того, как он встал в этой самой форме. Вот это тот же самый круг. – Ни хера. Почему тот же самый? – А почему нет? Тот же самый круг. – Ну, подожди. Во-первых, если ты полагаешь, что, говоря, предмет становится, в этом возникает проблема, хорошо, можно это устранить. Сказав иначе, форма актуальна, а содержание в форме становится. Предмет не фигурирует. Содержание как содержание становится, но не становится ничем определенным. – Хорошо. – И оно не предполагается до становления ни в каком смысле. – Ну, не предполагается до становления. – Значит, круга нет. – Почему нет? – Потому что круг возникает из-за того, что мы предполагаем то, что получаем в итоге. – Да. – А здесь то, что в итоге мы не предполагаем. – Почему нет? Как раз у нас есть некое содержание, которое в этой форме становится. – Нет у нас никакого содержания. У нас становится содержание как-то. – Тогда само понятие форма где здесь возникает? Тогда формы нет. – Почему формы нет? – Надо, наверное, не так говорить. Мы когда-то раньше... – Подожди, форма, куда форма делась? Форма, как у нее было, определение актуальной? – Ну, опять... – И форма... – У тебя что является итогом? – Итогом является у тебя предмет, некое содержание, становящееся формой. Теперь это содержание есть до этой самой картинки. Ты можешь говорить о нем? И для того, чтобы у тебя что-то стало другом, одно стало другим, необходимо, чтобы это одно, как нам говорит Аристотель про Анастогора, было уже в наличии до этого самого построения. – Совершенно не обязательно. – Почему? – Потому что это именно возникает проблема в случае Аристотеля, возникает при понятии смешения. Потому что само понятие смешения предполагает нечто определённое. – А здесь точно такая же ситуация предполагает идея становления? – Нет. – На это я и замечаю, что если актуальность… – Да ничего это не предполагает. – Если актуальность... – Игорь, если ты можешь мыслить становление только как покраснение, это твоя проблема. Но это не проблема построения. Нет, опять еще раз, мы можем пытаться мыслить и становление, как некая актуализация, либо бытие. Я хочу обратить внимание, что в корректно, вот как делает этот фильтр, у него актуализация и бытие, да, оно не существует в форме становления. Оно существует в нечто свое самостоятельное. Он говорит, вот есть красное, оно приняло форму шара, теперь мы про него говорим, про его актуальность. Почему мы говорим про фильтр, когда мы говорим про другую совсем концепцию? Ты хочешь опровергнуть концепцию Олега Михайловича тем, что у Фихта сказано? Нет, я хочу сказать, что тоже здесь есть актуализация, но эта актуализация, она корректна, она не предполагает круга. Потому что ничто ни в что не становится, я просто про это говорю, что она есть. Вот, это концепция Фихта, которая говорит об актуализации, то есть о присутствии сознания. Но не использует по этому слова форма, но в смысле форма бытия, только форма определенности. И поэтому избегает круга, то есть она является корректной. Почему же оно избегает круга, когда краснота распространяется? Ну, краснота распространяется еще. Значит, краснота была дораспространена. Да, да, да. И вот это круг. Это не круг. Ну как не круг? Это вот то же самое, то же самое. Это ровно то же самое. Понятие скаляра. Так, какая разница? Понятие скаляра, понятие красного и так далее. Потому что у тебя красное, как качество, оно было. Оно было тебе предпослано. У тебя было предпослано, как говорит Фихта, некое качество до распространения. И потом это новое качество, оно распространилось по некой поверхности. У тебя стал красный шар. Вот это не круг. Ты начинаешь с круга. Это не круг. У тебя есть красное и красное распространяется. Проблема была бы в совсем другом, мы вот ее говорим. Если форма шара делает медь медью, и мы говорим, что медь не существовала до того, как ее положили в форму шара, вот тогда мы оказались кругом. Это ничего подобного. Да. Именно так. Кто так говорил? Валерий Михайлович, вы так говорили? Да, Валерий Михайлович так и говорил. Какого хрена, простите за мой француз? Да, по-моему, как бы медь потенциальная и красная до действия формы это одно и то же. Просто сказано по-разному. Ну, за ними есть разное содержание. Никакого рода содержания. Если содержание формы шара делает медь медью, то тогда там есть круг. Если она дана как некая данность, как некая красная, как градусник за окном, то тогда круга нет. Во-первых, Фихта не мог предполагать, что есть какое-то красное до того, как оно там по пространству растянется. Надо это не так понимать. Если он так говорил, то это немного странно, это непоследовательно. Нет, это я так его интерпретил. Я понимаю, но это непоследовательно. Поэтому я говорю, что если понимать так, то это круг А мне кажется, что это то же самое, как то, что вы называли кругом, то же самое Нечто предпослано Это вот эта картинка физическая, когда у тебя существует набор скаляров массы, энергии И они находятся в абсолютном пространстве Игорь, обосновать нельзя эту картинку изначально Это изначальный статк невозможно обосновать Когда они находятся в абсолютном пространстве времени Ньютона То эта картинка не предполагает круга Нет, ну просто откуда взялась вот эта предпосылка, откуда взялась? Её же надо, есть философия, пытаются от начала в начале А у тебя сразу предпосылка есть Поэтому я говорю, что это круг Ты что-то пробрасываешь заранее, а потом обосновываешь эту картину, остальные построения Что у тебя есть А, к нему добавляется Б и становится А плюс Б А Фома Шара делает медмедь, делает она по-другому совершенно Она говорит, что у меня есть некая смесь Вот эта самая смесь, она говорит, из него здесь у нас получается А, ну чтобы эта смесь получилась, надо предположить, что была А Которая не может самостоятельно существовать никак Допустим, даже что Аристотель это говорит Да Почему это равняется той же самой, тому же, проявляется точно так же Когда мы говорим об определении Олега Михайловича Когда всё, что говорится, форма актуальна, в ней становится содержание Да Оно же не становится каким-то конкретным Оно не предпослано в качестве содержания, оно становится в качестве содержания Из ничего Что значит оно становится? На одну третью, на одну четвёртую, на одну пятую? Ты же говоришь Здесь нет возможности этой определённости Потому что она просто становится Смотри, тем самым, когда оказывается у тебя становление как таковое То становление, это как бы актуальность или бытие Куда, как оно становится? Оно становится таким образом получается из небытия Из небытия На одну третью, на ту четвёртую? Нет А мы что, не знаем, что небытия вовсе нет? Нет вовсе небытия Значит, нет и становления Оно... Нет, почему? Оно... Это поменит так и скажет в данный момент Нет, потому что нет небытия, поэтому нет становления Прекрасно Оно становится бытием Не на одну треть, а просто сразу целиком Из-за того, что мы мыслим после того, как мы помыслили становление содержания И мыслим его ставшим У нас возникает следующая проблема Что содержание оказывается актуальным И по определению совпадает с формой Потому что про форму мы взяли, знали единственное, что оно актуально Но это следующая трудность, которая требует своего разрешения и следующего шага Что оказывается на стороне содержательности? Что? Можно как бы я скажу? Какого содержательности? Содержательности, которая стала форма Игорь излагает так, как будто бы есть два начала Содержательность какая-то и форма На самом деле излагать надо по-другому Вот есть нечто как бы... Есть форма, которая является актуальной, равной самой себе А всё остальное по факту становится содержанием Не так, что есть какое-то содержание, которое внутри формы Если что-то стало, то всё остальное движется Это как зафиксирует систему отчёта Форма равна себе актуально ставшая Всё остальное стало просто по самому своему установке По своему своему определению, всё остальное стало как бы состановящимся Так что здесь у нас человека? Здесь нет два начала, здесь одно начало Так нет, вот всегда, вот я говорю о остановлении Если я система отчёта, то я неподвижен, а всё остальное движется Но не потому, что вы все остальные какие-то специальные Это правильно, но для того, чтобы у тебя то, что двигалось, должно быть то, что двигается Так оно есть? Да Нет, его ещё нет Оно только остановится Видишь? Нет, ещё раз говорю Мне вот не нравится Если такой поход, то это какая-то теология А мы занимаемся феноменологией Мы просто из каких-то вершин того, что мы уже имеем, где мы рассуждаем Мы как бы попытаемся выстроить, как оно было в начале То есть мы на самом деле занимаемся феноменологией, как бы разборкой Как бы разбираем, разбираем, и до каких-то элементов это должны разобрать И вот это мы как бы реконструируем, как это было Но никакого не было, как бы нельзя на самом деле ступить дальше туда, где формы не было Там ничего нет Потому что форма и есть то, что как бы констатирует или утверждает вообще существование До формы ничего нет И мы как бы дошли когда до такого, что есть что-то до формы Мы там сказать, что там есть не можем, кроме того, что она потенциальная и всё Это как бы парадокс только в том смысле, что мы не можем это породить Это же не теология же, это же феноменология Ну вот, фикта с такой ситуацией говорит, что единственный факт, который мы имеем перед собой, то есть перемышление То, что предмет есть Да нет предмета, предмет полагается только мыслью Это не является первым ходом для фикты Да А что ты рассказываешь? Тем не менее Правильно говорить Нет Это вообще третий шаг для фикты Нет Смотрите, есть форма и есть иное для формы Вот есть форма, которая равна себе Есть форма, которая равна себе А есть всё иное Иное форма это и есть то, что становится Можно называть его содержанием, можно не называть его содержанием Просто у нас есть логика, что форма и содержание – это две категории, которые взаимосоотношаются. Становится в смысле бытия. Не в смысле бытия, а в смысле того, что форма равна себе и актуальна, всё остальное становится иное. Это и есть в смысле бытия. Есть некое иное. Я всегда говорил, зачем форме нужно иное. Это другой вопрос. Зачем нужно иное, если есть форма. Но оно почему-то есть. Это вопрос феноменологии, который мы не можем обосновать никак. оно просто есть по факту, что так устроено, что оно есть, это иное. Оно могло бы не быть, могла бы быть чистой формой и всё, но оно есть. И это двойное, и оно и становится. Оно восстановится не потому, что оно такое хитрое, само по себе решило становиться, а просто потому, что форма себя равна себе, она и ставшая, она актуальна, всё остальное просто ему некуда деваться, он относительно этой формы движется. Вот и всё. Тут как бы просто всё остальное, оно как бы просто потому и не форма, Сказать, что оно становится, это означает сказать, что оно не форма Потому что то, что не становится Это и есть форма Как мы определяем, что такое форма? Мы смотрим в том, что мы Воспринимаем нечто ставшее Актуальное, равное себе Это форма А все остальное, что как бы не таково, оно не форма Поэтому здесь нет двух, а здесь одно А если как бы рассуждать как вышло Какое-то содержание из нее приходит Или как у фихты приходит В интерпретации Игоря Красного Или в Аристотеле приходит материя Конечно, тогда возникает два начала И каждое начало имеет свое основание Откуда-то же взялось Материя, которая сама по себе существует Надо как-то ее обосновывать Как она там Я-то что хочу сказать Ты картину, которую я писал Что у тебя есть иное Которое у тебя стало формой Которое мы обнаруживаем Когда форма есть Вот форма есть, мы обнаружили, что еще кроме формы Много что еще есть Тогда где здесь становление? Ну потому что То, что равно себе стоит А то, что не равно себе становится Оно не равно себе Ну вот, а если как-то Если вот я это постоянно говорю Что если у нас становления как такового нету То тогда и круга нету А если у нас появилось становление Что оно в чем-то становится? У нас появился круг Ну почему? То, что не равно себе же есть Вот у нас есть два То, что равно себе И то, что не равно себе То, что равно себе Это форма Все остальные То, что не равно себе Ты откуда находишь? Феноменологически Нет, подожди Мы феноменологически находимся Мы спускаемся вниз И находим, что оно есть Это факт Так же, как и у Фихта факт И у Аристотеля факт У всех это некий факт Который невозможно обосновать Я говорю Если бы обосновывали бы это Мы бы сказали, что ничего такого нет А если бы только чистая форма И строили бы теологию Как форма из себя все творит Это было бы чистое умозрение Но у нас же не чистое умозрение У нас феноменология То есть умозрение Которое основано на неком факте Вот есть некий факт Что есть форма Как бы есть нечто Противоположное форме Или как сказать Или там Иное Или предмет Или содержание Оно так устроено Разница между двумя тезисами Первый тезис состоит Что иное становится форме Нет Не неправильно Не иное становится Есть форма А все остальное иное Но это иное не форма Отлично Оно значит становится Хорошо Есть форма Значит есть все остальное Хорошо Остальное Тогда вопрос Есть тезис Есть форма Есть все остальное А есть тезис Что это иное В этой форме становится Два разных тезиса Нет Иное потому что Оно не равно себе Если бы оно было равно себе Оно бы было формой Оно не равно себе А быть не равным себе Это и есть становление Ну, что такое быть неравным себе? Это значит становиться. Это даже в физическом смысле так. То есть, постоянно изменяться. То есть, быть неравным себе. А то, что равно себе, оно не изменяется, оно не становится. То есть, здесь слово становление – это противоположность формы. Есть некая форма, равная себе, не становящаяся, ставшая. Есть нечто иное, которое противоположно ему по определению. То есть, оно не равно себе, не ставшее, то есть, становящаяся. По-моему, здесь вообще логически есть, по-моему, безупречно. Если рассуждать не с двух сторон, что как будто бы есть какой-то, до всякого какой-то предмет, до всякого есть какая-то форма, потом они встретились, поговорили и решили, что будут вместе. Но вот не так. Это если не предполагать, что есть какой-то до этого предварительный этап, а сразу считать, что форма утвердилась, как это равное себе, то всё остальное просто поневоле стало становящееся, потому что она не равна себе. Ну, хорошо. Значит, она действительно получилась любопытный результат. Кажется, философия, в самом деле, под предметом, не читая Гейля. Боюсь, действительно, вся философия, не читая Гейля, под предметом полагает определенность. Это... Это бабах, как он говорит. Она под предметом понимает определенность. Она под предметом понимает определенность. В эфире совершенно ясно. Качество. Малсабула тоже. Качество. Качество не избегает, мы говорим о том, что о материи, о бытии и возможностях. Но на порядке получается тоже. Те же самое качество. Под предметом, в любом настроении, физическом, в котором, я говорю, обращаю внимание. Все равно качество. То, что определенное, в предмете нечто определенное. Мы же говорим, что... Мы говорим, что если под... Если становится... Ну, и как бы мы считаем, что есть, честно, здесь философия одна. Ну, то, что Игорь говорит о такой философии, на самом деле, не уверен, что она есть. Ну, так-то неважно. Философия – это некий взгляд. Есть взгляд, где, на самом деле, красная, еще до сих пор, красная. Но этот взгляд, он как бы так, как бы сугубо дуалистичен. Потому что, если это качество, там, температура или что распространяется в пространстве, в круге, в квадрате, то, да, действительно, величина, то есть, температура остается температурой, квадрат остается квадратом, они так между собой, как Шарочка с Можарочкой, и общаются, оставаются сами по себе, нерависимыми. Это вот сугубо доводится. А воздействует на В, Б воздействует на А. Наверное, температура без непростертой пространства тоже нечто такое, требующее к этому пространству. Но, в сущности, они совершенно независимы. И они… И это не круг, я говорю, А воздействует на А. Не в смысле круга, а в смысле такого вот сугубого дуализма. Предмет есть, давайте его не трогать. Более есть форма, и тоже, как бы, тут не о чем говорить. Ну вот, и вот говорить будем только о том, как они между собой. То есть даже не надо соотноситься абсолютно к пространству. Ну вот, и есть взгляд, как бы вот, будем называть это физический взглядом, потому что Игорь согласится, наверное, что он попытался просто фиксы приписать физический взгляд, что текстуально возможно. Фиксианская точка, как бы, она такая лукавая вещь, точка – это что, красная она точка? То есть только… Или точка не может быть красной? Это такой разговор вечный. Но можно фиксы текстуально приписать эту физическую точку зрения. Она сама в себе существует и тем самым себя доказывает. Здесь, на мой взгляд, интересно посмотреть, что-то действительно ли скалярные величины, то действительно ли мы можем говорить о температуре безградочника, о массе безвесов. Не уверен. А если не можем, то получается, что с точки зрения, что ИСы – это форма, а масса – это некая потенция, вещь себе, которая живет через ИСы. А ИСы – это тоже так, мерки, 1, 2, 3, 4, 5. Это число, это число. В этот разговор я не лезу. Но это, на мой взгляд, самое интересное, что здесь можно было обсудить. Действительно ли скаляра является вот этими самыми качествами, которым плевательно. А что это плевать? Ну, плевать ли вообще на форму? На число там? Плевать. Я не знаю. Это думайте сами. Вот. Но есть точка зрения, становление, в которой мы обнаруживаем круг. Я не буду еще раз привыкнуть круг. Вот. И у нас получается что? В конце концов, что если становится определенность, медь делается медью, то круг. В общем, это в прошлый раз, это и сейчас помню. А если становится предмет... А кроме Гегеля все под предметом понимают определенность. А мы – нет. Мы говорим предмет, как предмет. Или содержание, как содержание. Если говорить так, то вроде бы круга нет. Ну, так интуитивно. Я в прошлый раз говорил, что, на самом деле, хотелось бы понять, что, ну, почему вот так вот круга-то и нет. Потому что круг заключается в том, что когда медь стала медью, мы поняли, что она с самого начала в потенции медью и была. А с другой стороны, медность медиа объясняется из потенции. А если вернуться опять, получается, потенция объясняется из готовности, готовность из потенции. Вот такой круг мы обнаружили, вроде как. Но это как когда мы говорим об определенности. Распространить это на предмет, как предмет... Почему мы знаем, что становится иное? Мне нравится было это отделение, просто иное. Почему мы знаем... Да, давайте... Ну, да, мы не так. Откуда мы знаем, что иное – это иное? Что с самого начала в потенции оно было иное. Потому что оно стало иным. А почему оно стало иным? Потому что в потенции оно было иное. То есть я пытаюсь применить это рассуждение о меди, применить к моему построению. Мне кажется, что не получается, но я как-то вот не могу толком сказать, почему именно не получается, чем предполагаемое одно построение, как именно предполагаемое одно построение избегает круга. Ну, действительно, разница именно в этом, что в одном случае меди становится медью, потому что потенция краснеет, виднеет. А в нашем рассуждении иное – иное – инакое. Так иное просто остается иным. Да, предмет – предметник. Предметник. Да. Предмет – предметник. Иное – инакое. Да, иное – инакое. Совершенно верно. То есть если оно иное, то оно вроде как и… Ну, еще что важно, что мы, как опять же Булат верно заметил, становление входит в определение предметов. Предмет и становление одно и то же. Это не просто некое свойство. Что вот есть предмет, скажем, предположим, что предмет – это то, что перед. И вот первое свойство предмета – что он становится. Я на самом деле немножко так и думал. Точнее говоря, я дал себе отчет от начала занятий в этом году, до этой осени. Я не отдавал себя еще так, как, собственно, я думал. Я потом поймал себя на мысли, что у меня, когда я говорю, это место становится, на самом деле оно у меня становится в пространстве. Хотя я не определил форму, как пространство. Это Канн так определил форму. А из меня это никак не вытекает. Но я, как бы, грешным делом, как, что, с этого я сегодня и начал, что, собственно, я разумею под предметом? Только иное. Только чурки. И определение иное, которое наковеет у нас, то есть становится иным. Иное становится иным. Становится как иное. Никакого другого определения предмета нет, кроме иного. И его определение заключается еще раз не в том, что оно, как пространство или как-то иначе становится. Тогда становление было бы свойством. предмета, который определяется как-то иначе, по сути своей. Ну, вот сначала он становится. Нет, становление входит в... Не является свойством, а входит в определение предмета. Можно было бы даже сказать, что он берет свое определение от отрицания того, что есть форма. То есть форма есть равная себе, ставшая и так далее. Тогда предмет просто, поскольку он иной, он становящийся. То есть и всякое определение, которое возникает, это определение возникает оттуда, что форма дает определение этому иному. То есть иное, оно так и остается иное, но получает свое определение, не благодаря тому, что форма что-то делает с этим иным. Иное становится. Иное становится. Понятно, что оно иное для нас, потому что мы – это форма. Форма – это я. Я. Это как бы тоже феноматическая данность. Это слово «нереблю», оно было бы нарыл, но вы угорали. Просто очевидно, что форма – это не то, что «нереблю», потому что не держусь за него. Форма – это «нереблю», и его определение, а не свойство, опять-таки, это актуально. Форма – это «нереблю», можно ли иное отличить от «становящегося». Ну так, как? А зачем это «становящегося»? Это иное. А, да. Получилось, что «становящегося» – это иное. То есть по определению. Да. Становящегося, если форма равна себе истатуши, то «становящегося» – это иное форма. Правильно? Иное, иное, иное предмет. Да. То есть таким образом «становящегося» – это тоже самое иное. То есть у иного нет другого принципа, что есть «становящегося». Ну да, так и есть. Тогда вопрос к слову «становящегося» мы можем… То есть это как бы… Только когда смотри… Мы становящиеся как таково, мы можем разворачивать в каком-то смысле, имеющий хоть какое-то отношение к порядку слов, к обычному употребляемому. Ведь говорить, что иное – это становящиеся, становящиеся – это иное. Нет, это на первом этапе. На втором этапе… Это в каком-то смысле ликвидирует привычный смысл слова «становящегося». Так оно становящееся как определённое, оно иное в том смысле, что оно не равно себе, поэтому и становящееся. То есть становящееся – это некое свойство, которое оно приобретает благодаря его сравнению, как бы в кавычках, с формой. А почему тогда оно не ставшее? Ну потому что ставшее является форма. Форма является ставшим, равным себе, а всё остальное, то есть иное, оно и становящееся… Всё-таки мне всё-таки казалось, что предмет, когда становится ставшим, всё-таки есть момент иного, и момент формы. Нет? Чтобы целиком, как только он стал, он сразу же стал формой. Но он наш никогда не стал. Это да, это да. Но тогда просто есть же проблема использования слова «становящееся» в каком-то связи со своими математическими отрядами. Или можно как Гею. Или «становящееся» – это вообще не становящееся, на самом деле. Ну, Игорь, ну любая философия так поступает со словами. А что, слово «эйдос» или «идея», которую использует Платон, имеет отношение к обычному употреблению слова в смысле «вид» вещи, вот внешний облик? Да ни хрена. Ну и кого-кого не ткни. Просто… А слово «усия» – сущность – обозначает в нормальном греческом языке просто имущество. То, что можно будет завещать, сжечь, там, не знаю, раздорить и так далее. Но это не философское понятие. И всегда так было, есть и будет, что философия берет слова обыденного языка, но вот использует их в таких диких, в новосозданных значениях. Планита у нас такая. Ну хорошо. Значит, иное, значит, предмет становится как предмет, содержание становится как содержание, иное становится как кино. Это общая картина, еще раз, это общая картина, которую можно назвать методом. Так должно быть всегда. Мы теперь переходим к первому феноменологически достоверному, просто достоверному опыту. когда форма о себе еще не знает, форма о себе еще не знает, что она равная себе, что она актуальна. Ну и в метод входит еще что? Что форма Перея. Метод входит, что форма Перея. Поскольку она актуальна, а предмет становится, то понятно, что он становится в этой форме. Это тоже метод. То есть мы совершенно избегаем, по-видимому, дуализма. И того сугубого туализма ньютонской механики, физики, и того утонченного идеализма, который есть у Аристоселя или у Фихта, его, так сказать, философского препятствия, не физическое. Тем самым вроде как избегаем круга. Круга еще почему мы избегаем? Потому что, я говорю, я не могу точно ответить, почему мы избегаем этого круга. Не просто так думаете, что избегаем. Но потому что у нас предмет иное становится. У нас нет концов. Почему? Потому что есть некая потенция, из которой объясняется медь. Есть некая медь, из которой объясняется то, что потенция это была именно медь. Объясняется именно потенцию. Потому что другой потенции, кроме определенной потенции, философия не знает. Но историческая не знает. Потенция это все равно потенция определенная. Предмет-то всегда определенный. Это качество. И, соответственно, если потенция, если схибетом предметом, трансцендентный предмет, как хотите, смешение предмет, то это все равно смешение и трансценденции это определенное предмет. Это определенное. Так вот, у нас нет краев. Потому что оно никогда не станет содержанием. Оно никогда не станет. Оно иное никогда не станет иным. Разве не станет иным? В построении ведь, в нормальном философском построении, если мы имеем глины кувшин, то понятно на самом деле, если мы анализируем ситуацию, мы понимаем, что нам принадлежит форма кувшина. А вот глина, ну да, она оттуда, из смешения. Мы, конечно, ее вывели, сделали глину глиной, но по существу как бы она глиной была. И все наши усилия это всего лишь актуализация того, что потенциально было. В общем, глина не мы. Вот форма из глины глиной. В форме кувшина мы соотношимся с собой легко. Но никто же не скажет, что мы в глине соотношимся с собой. Это же нелепо. Отношение с собой, ведь он и знает, разумеется, отношение с собой. Понятно, что в форме скамейки мы соотношимся с собой. Потому что мы соотношимся с собой в дереве, смешно. Смешно. Даже в 50-м институте смешно. Ну, получается, если качество не берётся извне, значит, оно будет просто формой. Правильно? То есть, как бы, качество будет ничем иным, как форма. Да, то есть, мы даже, как бы, пытаясь соотнестись с кувшином, мы только через форму можем с ним соотнестись. То есть, извне так и останется. Это бесконечно иное, неопределённое, оно, как бы, там, становящееся. А всё, что будет возникать, это всё будет форма. И качество будет форма, я так понимаю, да? Всё будет форма. Да, на мой взгляд, да. То есть, как бы, форма, как бы, вырезает вот это из некого хаоса, как бы, да, вот весь мир. Даже не хаос. Хаос, это, предполагаю, тоже какой-то определённый хаос, да? А вот именно из иного. И мы даже, наслаждаясь кувшином, наслаждаемся формой кувшина, и только через... Ну, это уже, как будто, ничем не обоснованное эстетическое утверждение. Наслаждаемся формой кувшина, и только через неё наслаждаемся, так сказать, вот глиной, которая в этой форме стала какой-то такой глиной. необычной, может быть, глиной какой-то, или она как-то иначе играет это глиня эстетически. В общем, наслаждаемся всё равно ключ к восприятию, к осознанному восприятию именно в форме. А у нас нет. У нас, конечно, это становится. То есть никогда иное не будет иное. Иное становится, как иное. Да. Ну, действительно, не одни же мы в мире как бы, это действительно было какое-то дни, как богословие. Ну, по крайней мере, в его начале. Даже как богословие, оно не может развиваться, потому что... Надо же, чтобы Бог всё-таки сотворил что-нибудь, что в каком-то смысле Бог, а в каком-то смысле уже не Бог. Ну, богословие может начинать с этого Бога, который один. Мы-то нет, не можем с этого начинать. Мы начинаем с... С равной себе формы и иное уже никогда не будет иным. То есть при любом никак не скажем, что оно... Ведь что такое снятие дуализма? Что такое монизу? Что такое монизу форума? Знаешь, иное мы никогда не воспримем действительно как иное. То есть мы... Хотя оно, конечно, иное. Нельзя гидорировать то, что оно иное. То есть оно как бы не кончится. То есть мы будем постоянно, как бы форумы будут постоянно что-то делать, но иное как бы останется. Каждый раз иная форма всегда будет. Когда мы говорим о становлении, мы это по определению начинаем с этого движения от небытия к бытию. Но у нас нет ни небытия, ни бытия. А есть становление? Бытие – всё на стороне формы. Всё бытие на стороне формы. На предмете мы ничего не знаем. У гидера в логике форма полагает предмет, поэтому это и логика. Полагает предмет как бытие. В чём у этого предмета нет эмпирической определённости, внешней определённости – это не день и не ночь. Потому что день и ночь – понятно, что это уже не мы, это уже иное. В логике иное снимается. Ну как снимается? Оно снимается тем, что сознание полагает всё целиком. Не так сказать, что сознание полагает день, а потом полагает ночь. Нет, день вдруг сменяется ночью, что является шоком сознания, и оно пытается это осмыслить, это обстоятельство. Но только осмыслить. А в логике полагает свой предмет. Но при этом предмет готов на бытие. А с другой стороны – он ничто. А потом он становление. То есть переход от ничто или от ничто к бытию. И то, и другое. То есть у гидера становление – и то, и другое. Да, конечно. Оно… Ну, в смысле… Не в смысле переход, что у нас вот. А в смысле, что одно есть другое. У нас становление – это от нибудь я к бытию, никак не наоборот. Такого же нету? Такого же нету? Такого же нету? И в этом методе первый шаг… По-моему, уже в эту очередь шаг начали обсуждать. Это когда форма… Значит, метод… Договорились. Метод – это что? Форма актуальна. Предмет становится… Форма – первее предмет. Все. Форма актуальна. Предмет становится уже… Форма – первее предмет. Все – это метод. Это все, что мы предварительно оговариваем. И оговаривая, можем соотноситься с любой философской системой. Сколько мы похожи. Соотносимы. Можем соотноситься. Можем соотноситься. Субтитры – это все. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...